В боливийском городе Ла-Пас чрезвычайная ситуация из-за засухи. Власти впервые в истории наложили ограничения на пользование водными ресурсами. Три основные водохранилища, которые обеспечивают этот горный населённый пункт водой, почти обмелели. Вода из кранов теперь течёт по несколько часов каждые один-два дня. По данным Министерства окружающей среды, это оказало влияние на 125 тысяч семей. «Мы очень переживаем. Мы молимся, чтобы пошёл дождь. Это всё». Небольшие осадки прогнозируют. Однако сезон дождей, как ожидается, начнётся только в конце декабря. Это означает, что город с населением более миллиона человек будет по-прежнему страдать от нехватки воды. Боливийские чиновники отмечают, что засуха в этом году особенно сильная. При этом они обвиняют водопроводные службы в том, что они не приняли никаких мер заранее. «С сентября по ноябрь уровень воды в водохранилищах всегда падает. Не только в этом и прошлом годах. Это было всегда. В этом году уровень упал особенно сильно. Ещё в марте и апреле было обращение к водопроводным компаниям, чтобы они приняли какие-то меры. Но они ничего не сделали. Их надо оштрафовать». Эксперты говорят, что повлияли многие факторы. Среди них – изменение климата. В Боливии стало жарче, из-за чего озёра и водохранилища начали испаряться. В прошлом году полностью высохло озеро Паопа. А когда-то оно было вторым по величине в стране. Люди, жившие на его берегах, вынуждены были уехать. Из-за потепления тают и боливийские ледники. С 70-х годов прошлого века их площадь сократилась на 30-50%. В ближайшие годы, согласно прогнозам, многие из них могут полностью исчезнуть. И это станет большой проблемой, ведь ледники – единственный источник пресной воды для многих высокогорных городов Южной Америки. Эксперты говорят, что негативное влияние оказывает и постоянное осваивание новых земель под сельскохозяйственные угодья. «Негативное влияние оказывают вырубка и выжигание растительности, а также расширение сельскохозяйственных земель, что нарушает водный цикл. Водный цикл очень хрупкий». Между тем, оппозиция обвиняет президента Эва Моралеса в том, что тот разрешил фермерам выжигать территории в районе амазонских джунглей. Она говорит, что после принятия соответствующего закона в прошлом году число пожаров в стране возросло в восемь раз.